Отсутствие номеров на этом внедорожнике привлекло внимание инспекторов. Машину остановили, водитель заметно нервничал. Оказалось, повод для этого был. У мужчины обнаружили пистолет. Оружие предположительно боевое. Но так ли это на самом деле, можно будет сказать только после экспертизы. А это хозяин машины. Лица не показывает, адвокат не велел. Откуда у вас пистолет в машине? Хранил молчание и во время осмотра автомобиля. А вот и номера. Только место им не в салоне. Специалисты уже установили. Пистолет боевой. Переделан в кустарных условиях. За незаконное хранение оружия мужчине грозит уголовная ответственность. Центральный округ. Остоженка. Таксист заблудился на столичных улочках. Выехал под кирпич. Серьезное нарушение. Сотрудникам ДПС предложил свой способ решения проблемы. Предлагал переквалифицировать статью. На более мягкой, где не предусмотрено лишение права управления. На что ему было отказано. После чего данный гражданин предложил денежное вознаграждение за непринятие меры в отношении него. Мужчина утверждает. Закон он знает и уважает. Деньги – невзятка. А оплата штрафа на месте. Ему ведь и скидка положена. Сейчас, как это законы вышли, чтобы 50% на месте заплатить, отпустили. Восточный округ и сразу два веселых водителя. У автоледи затуманенный взгляд, неровная походка. А вот и показания алкотестера. А этот молодой человек в Москве недавно. Но столичный полицейский запомнит его надолго. Езда по встречке, превышение скорости, ДТП и все на чужой машине. Не исключено, что гражданин перед тем, как сесть за руль, изрядно выпил. Нарушителя отправили на освидетельствование. А это третье транспортное кольцо. ДТП на этом участке дороги чуть было не переросло в кровавую расправу. Водитель иномарки посчитал, что во всем виноват мужчина, который сидел за рулем этого внедорожника. Разобраться с обидчиком решил по-своему. Взялся за нож и проколол все четыре колеса. Но испорченными покрышками не ограничился. Захотел поквитаться и самим автовладельцам. Говорит, я сейчас все ублюдок порешаю. Начал за мной бегать с ножом здесь. Угомонить агрессивного водителя смогли только полицейские. У меня не было никакого ножа. Надо что-то машина колеса проколоть. Он грутился вообще. Инспекторы разберутся. Но пробив мужчину по базам данных, на месте выяснили. Он уже оплатил 17 штрафов. Все за превышение скорости. Не исключено, что теперь в его биографии появится уголовное дело. Тут усматривается признак состава преступления, предусмотренного статьей 119. Это угроза убийства. А также 167-я порча имущества. Ближе к утру на юго-западе столицы полицейские остановили этот автомобиль. Документы у водителя в порядке. Ничего запрещенного в салоне нет. Вот только пассажиры явно не в себе. Смотри, рот твою протижею. Угрозы, невербальное общение, градус напряжения поднимался. Злоба все же нашла выход. Перекамер. Когда словарный запас закончился, мужчина вернулся в машину. Истафету принял его сын. Время шло, а буйное семейство все не утихало. Мужчин отправили в отдел. Теперь обоим придется отвечать за оскорбления сотрудника полиции при исполнении. Кирилл Антонов, Денис Сорокин, Петровка, 38.